Я вас уверяю, вопрос перспектив Ксении Собчак никак не связан с ее деятельностью как журналистки или как телеведущей. Мне абсолютно наплевать на ее, как говорится, вот эту личную жизнь. Меня Ксения Собчак интересует как псевдополитик, как, собственно, достаточно медийный в политических кругах гражданин, который по совместительству является кандидатом в президенты в выборах 2018 года. И вот этот образ оппозиционера, который на протяжении вот огромного количества лет, уже более 10 лет пытается приклеить телевизор и провластные СМИ, конечно, меня это дело всегда очень настораживает, потому что когда я слышу со стороны своей аудитории, моих подписчиков, соратников, товарищей, что вот вся оппозиция должна объединиться, я говорю, ребята, объединиться должна только настоящая оппозиция. Искренней, так, которая не ширмочкой является, а на самом деле служит, вот как в данном случае Ксения Анатольевна, да, служит президенту Единой России и всей этой чиновничьей олигархической власти, и частично ее даже олицетворяют. Мы слышим в последнее время скандалы о крабовых бизнесах, о невероятных богатствах, сумках с деньгами. Короче, ладно, пусть это останется на ее совести, мы к этому отношению сейчас этого касаться не будем, но тем не менее она действительно, блин, политик, да, и вот это ее членство в координационном совете оппозиции, чтобы вы поняли, там было, блин, всего пару десятков человек, чуть больше, и чтобы вы понимали, я или там другие видные какие-то товарищи, даже близко к нему отношения не имели. А Собчак вот руководила, блин, оппозицией в нашей стране, насколько все страшно. Ну и, собственно, на сегодняшний момент она на минуточку является членом координационного совета гражданской инициативы. Это партия в России, зарегистрированная партия, типа оппозиционная партия, которая ее выдвигала кандидатом в президенты на выборы в 2018 году. И она шла оппонентом Павлу Николаевичу Грудинину. Помните, когда говорили, да, Грудинин нужен для того, чтобы придать легитимность этому процессу, хотя на самом деле он проект. И вот прошли выборы, и мы видим, да, как у Грудинина отбирают совхоз, как его мандатов лишают, как его не допускают до выборов в Государственную Думу. А Ксения Собчак является руководителем на ведущих должностях одного из крупнейших информационных агентов страны, на минуточку. Вот это вот, как бы, итоги, кто был спойлером, да, и помощником, пособником, а кто был, соответственно, искренним и настоящим оппозиционером. По делам, да, по результатам можно судить. Так вот, чтобы вы понимали, Собчак, к моему сожалению, из политики-то не уходила. У нее не было заявлений, там, каких-то сложений себя, там, обязательств. То есть, она до сих пор в этом оппозиционном пространстве находится. И на минуточку за вот эти вот три года очень серьезно стрельнула в интернете. Ее YouTube-канал достаточно крупный, там, больше двух миллионов подписчиков, чтобы вы понимали, и достаточно широкие охваты. И вот это все действительно фиговая перспектива. Потому что, по моему мнению, она возможный, ну, до этого момента, по крайней мере, была, возможный кандидат на выборы президента 2023 года. Все достаточно элементарно и просто. В стране очень мало людей с подходящей биографией, с харизмой и, самое главное, медийностью, известностью, популярностью. Чтобы этого человека узнавали, чтобы могли сделать по нему определенные выводы, да. Ну, и, соответственно, как Собчак власть поюзала в 2018 году, абсолютно такая же перспектива, на мой взгляд, должна была быть реализована администрация президента на выборах в 2023 году. Пока Навальный сидит в тюрьме, соответственно, кто-то должен объединять правую аудиторию, да. То есть, либеральное сообщество. И здесь, в Собчак, была отведена эта роль на выборах в 2023 году. Поэтому, черт его знает, как это было бы в 2023 году. Но у меня лично нет никаких сомнений. Других кадров власть не вырастила. Ну, к счастью, наверное, хотел сказать, к сожалению, к счастью не вырастила. Ну, и, соответственно, у многих вся эта ситуация всегда вызывала вопросы. Правда, спойлер она? Или она настоящая? Нравится она кому-то? Или все-таки это достаточно смешно? И вот эта неопределенность, перспективы для власти, перспективы для администрации президента, которым нужно вносить людей в политику, вызывающих большие дискуссии. Не на которых народ однозначно вешает клеймо, да, там, спойлера, предателя, там, я не знаю, марионетки. А которая вызывает дискуссии. Да, тем более, которая может от себя что-то яркое сказать. Поэтому у меня действительно эта новость вызвала очень-очень большой общественный резонанс. Ну, и мой, в частности, резонанс. Собственно, все, конечно же, понимают, что теперь после этих событий в этом вопросе поставлена точка. И власть однозначно эти репетиционные потери положат на весы. И они однозначно перевесят не в пользу, да, данного проекта. Тем не менее, я скажу, что вот эта авария, которую все, конечно же, слышали, авария, в которой погиб человек, и два гражданина находятся в больнице. Собственно, Майбах, Ксения Собчак, на котором передвигалась Ксения Собчак, выехала навстречу. Ну, и, соответственно, произошла эта страшная авария. И, собственно, информация разнеслась моментально по всей территории нашей страны. Да, по официальной версии, я, в принципе, эту версию не оспариваю. За рулем сидел, собственно, другой водитель. Собчак участвовал в этом ДТП не в качестве водителя. Но, соответственно, обстоятельства всего происходящего вызывают большое количество вопросов. А за последнее время вся эта ситуация вокруг экс-кандидатов президента Собчак пополнилась очень серьезной новой информацией. Ну, собственно, самый главный вопрос, как водитель пошел на обгон. Давала ли Собчак ему установки? Говорила ли она ему, что нужно идти, что, соответственно, это необходимо, что она торопится и так далее? Вопрос утверждать, конечно, здесь здравомысливший человек не может, да, непосредственно, потому что мы там не присутствовали. Однако, известно обстоятельства этой ситуации, Собчак очень торопилась в аэропорт, да, говорила, что опаздывала. Хотя, нет, она это не говорила, эту информацию выяснили следователи, сопоставив время, в которое произошло ДТП со смертельным исходом гражданки. И, соответственно, билеты, да, по которым Собчак должна была вылетать в Москву, да, из Сочи, да, из Краснодарского края. А именно трасса Красной Поляны, где у Собчак было какое-то мероприятие, она оттуда очень торопилась в аэропорт. Ну, собственно, очень интересно, да, мы можем здесь долго рассуждать о том, какой Ксения Собчак является личностью, насколько она, значит, волевой человек и может подчинить, как говорится, да, людей вокруг себя менее сильных, да. И здесь очень интересна позиция самой Ксении Собчак, очень активные люди раскопали ее интервью, которое она давала одной из российских актрис, в котором она говорит, что, собственно, контролирует водителей. Я предлагаю посмотреть это видео, оно не очень длинное. Мне надо все контролировать, это ужасно, это отвратительно, я это знаю. Дорогу своему водителю, я даже это не могу отпустить. Я понимаю. То есть я своему водителю говорю, как ехать и где там тормозить, а где обгонять маршрутку. Не буду, все, я в дзене, пусть едет своим маршрутом. Ну, сука, он всегда едет на 20 минут дольше, так, при твоем давлении и вмешательстве все получается быстрее, лучше, эффективнее. Как только ты что-нибудь отпускаешь, получается какая-то хуйня. Сама за себя и Собчак, видимо, да, наверное, сейчас кусает локти и клеймит себя за то, что она сказала именно вот такие формулировки, такие фразы. И вот это словосочетание о том, что она говорит водителю, когда обгонять, в противном случае, если она его не контролирует, они приезжают на 20 минут позже, да, и, по-видимому, это выстраданная ситуация на протяжении какого-то времени. А здесь опаздывает Собчак, здесь билеты горят, нужно домой в родную кроватку срочно, да, где спокойная жизнь, да, и размеренная, и не хочется выбиваться из этого графика. И вот здесь вот она отходит, по-видимому, от стандартного своего поведения, да, и говорит о том, что, ну, пусть водитель сомнит, но опоздаем и опоздаем. Но очевидно, что эти привычки, которые вырабатываются годами, они только усиляются со временем. И, конечно же, ну, как говорится, обстоятельств в пользу того, что Собчак вряд ли позволила водителю принимать решения самостоятельно, эти обстоятельства, ну, как говорится, очень неоднозначны, да. Примечательно, что ранее машина, которая водит Собчак, не единожды попадала в такие некрасивые ситуации, штрафовалась за превышение скорости за выезды навстречку, но, помимо этого, попадала в ДТП. Журналисты, средства массовой информации рассказывают о громких случаях прямо в центре Москвы, где в результате выезда навстречку машина попадала в ДТП, и Собчак, как говорится, ну, видимо, удавалось решить это дело на месте, да, не доводить это дело до суда. Но, тем не менее, вопрос остается открытый, в этом случае Собчак вряд ли испытывал какую-то неловкость и неопытность, да, потому что очевидно, что есть некий такой, ну, как бы, обыденный процесс, который вот иногда заканчивается чем-то неприятным. А в этот раз закончилась трагедией, которой вроде как Сеня Собчак разводит руки и говорит, я, говорит, отношений не имею, говорит, при чем здесь, я это водитель все, я просто жертва, я пассажир, я вообще отношений к этому не имею. Ну, собственно, второй вариант, да, если мы отбросим полностью, да, вот этот вопрос с тем, что она, в принципе, могла давать кому-то на месте какие-то установки, там, идти на обгон и так далее, стоит второй вопрос, а почему водитель в принципе-то нарушал? Что водителя, в принципе, толкнул? Варианта два. Первое, скучно, лихач, ну, такое бывает, согласитесь. Второй вариант, торопился, учитывая, что, собственно, человек везет Собчак в аэропорт и знает, что она опаздывает, ну, скорее всего, только глупый человек подумает, что ему просто было скучно, очевидно, что он торопился. И очевидно, что в этом случае, да, ну, наверное, можно разные формулировки здесь, значит, применить, но очевидно, да, что вся эта ситуация была, в принципе, очевидна, что если он торопится, Собчак торопится, скорее всего, да, водитель будет заинтересован ехать быстро, нарушать ПДД, идти на обгон, даже там, где нельзя. Ну, как в этой случае, да, можно сказать, слушай, ну, блин, ну, если ты понимаешь, если ты видишь, да, ситуация напряженная, если ты видишь там, что опаздывает, что потенциально это может привести, ну, понятно, что нарушение ПДД, блин, может привести к жертвам. Ну, сдай билет. Просто сдай билет. Пусть билет твой будет заменен на более позднее время, и все, и никаких рисков, никаких трудностей, все сразу станет нормально. Нет, в ответ, собственно, Собчак принимает решение ехать, и заканчивается все это вот этими страшными последствиями, к сожалению. Значит, после того, как все это произошло, Собчак просто села в другую машину и уехала. Она просто уехала. Я бы сказал, скрылась с места преступления, потому что это не просто ДТП, это место преступления. Погиб человек по вине другого человека. Это преступление, которое карается законом. И Собчак, как свидетель, должна была остаться на месте. Я не понимаю, почему десятки людей неравнодушных, настоящих граждан, которые тоже торопились по своим делам, у которых тоже есть чем занять этот вечер, почему они остановились, почему они бросили, собственно, свои планы и помогали пострадавшим в этом аварии, почему они вышли и вынимали людей, которые пострадали. Это же, ну, гражданская, блин, позиция. Здесь кандидат в президенты, видя, что пострадали люди, просто сваливает оттуда. Ну, просто даже с моральной точки зрения. Давайте отбросим законодательство. Мне кажется, это ненормально. Я бы сказал, учитывая, блин, что это произошло в том числе при твоем участии, из-за того, что ты торопилась. Да, отбросим еще раз тему, давала она эти команды или не давала, мы с вами обсудили. Ну, как минимум, у нас есть основания предполагать, что это было так. Но просто морально, ну, иди помоги людям. Там пострадали люди. Возможно, даже если она не знала, что там есть погибшие. Ну, неужели это, неужели нет ничего человечного? Ну, неужели это зажратая московская жизнь, да, вседозволенная, настолько уродных людей? Вопрос остается открытым, да. Пишите ваше мнение, чтобы я, может быть, не был здесь с какой-то исключительной позицией, да. Посмотрим, что по этому поводу думает наша аудитория. Собственно, допустим, к примеру, в чем я очень сомневаюсь, Собчак вообще не виновата. Ну, вот полностью. Она просто стала жертвой. О чем нам здесь рассказывали многие прихлебатели, провластные. Я вам сейчас еще об этом расскажу. Допустим, она реально ни в чем не виновата. Что в этом случае произошло? Водитель ее подставил. Водитель понимал, что это медийный человек, что она известная, что у нее есть, блин, какое-то количество поклонников, да, и политическая карьера на минуточку, псевдооппозиционная. Водитель ее в этом случае поставил под удар. Что делает Собчак? Какие итоги? Ну, наверное, ее как-то должно задеть, да. Очевидно, да, что это вплоть до провокации, устроенной какими-то темными силами. Но по итогу мы видим, что водитель, который вел Собчак за рулем Майбаха, Олег Цой, получил самого дорогого адвоката страны. Самого, блин, что ни на и есть специалиста. Чтобы вы понимали, Анатолий Кучерена, это, как в прессе пишут, звездный адвокат. Адвокат, это человек, который защищает богатых и известных людей, представителей шоу-бизнеса, вообще в целом, да, известных людей. Отсюда и такое прозвище, да, звездный адвокат. Человек, который работает за очень большие деньги. У водителя, наемного водителя авто. Как это возможно? Ну, это же смешно. Ну, зачем вы так палитесь-то? Ну, для чего? Это же просто невозможно. Откуда у водителя наемного деньги на самого дорогого адвоката? Откуда, блин, связи, чтобы договориться? Он обычных людей не защищает. Он защищает, блин, людей очень властных, очень влиятельных, очень известных. А здесь вот водитель из Сочи, из Краснодарского края, поеду-ка, буду представлять его интересы. Слушайте, я когда вот у этого господина, я честно скажу, о нем слышал, но я не знал до конца, что это за человек. Я когда начал читать его регалии, я офигел, просто офигел. И тема «Самый дорогой адвокат» здесь вообще, уверяю вас, второстепенно. Ну, в принципе, я вам сейчас расскажу, из чего складывается цена этой работы. Этот человек, который на ваших экранах член общественного совета при МВД, член общественного совета при ФСБ, член общественно-консультивного совета при Генпрокуратуре, он экс-член общественной палаты, он председатель общественного совета при Минтранте. Но самое в этом случае замечательное, самое поражающее, что это член комиссии при президенте Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по предварительному рассмотрению кандидатов на должность федеральных судей. Понимаете, да, чем это пахнет? Понимаете, что в случае, если рядовой гражданин попадет в страшные похожие ситуации, он однозначно сядет в тюрьму, но здесь, скорее всего, ситуация будет иной. Очень интересна позиция Олега Кучерены, учитывая, что, помимо всего прочего, он является членом правительственной комиссии по обеспечению правил дорожного движения. Слушайте, это разрыв шаблона. Как он будет защищать их? Как он будет? Я понимаю, что деньги при капитализме решают практически все. Я понимаю, что продаются и покупаются. Но это же аморально. Это же абсурдно. Это должно противоречить его убеждениям или в противном случае он должен складывать в себя полномочия председателя правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Потому что это будет просто настоящий абсурд. Короче, я в недоумении. Но что-то мне так кажется при таком бэкграунде подобных адвокатов, которые, еще раз говорю, стоят невероятных космических... Слушай, я даже не представляю, сколько в данном случае адвокат взял бы денег. Я считаю, что это не десятки миллионов. Я считаю, что цифры будут в другой градации. И для меня это просто большой вопрос. Если Собчак не при делах, если она просто жертва, если водитель ее фактически подставил своей халатностью, как же так получается-то? Ну не вяжутся элементарные вещи. Друзья, ситуация еще больше. Усугубляется странная ситуация вокруг, ну как в прессе назвали, липовых справок. Вопрос открытый, но можно по-разному характеризовать, собственно, этот документ. Но то, что справка противоречит рапорту сотрудника ДПС, ГИБДД, который приехал и сказал, что Собчак без повреждений, собственно, все это дело описал. Все-таки сотрудники ДПС, они люди профессиональные, в этих делах кое-что понимают. Как говорится, опыт и практика, ее никуда не денешь. И говорит о том, что, собственно, никаких повреждений у Собчак нет. Но на справочке, которая вдруг абсолютно случайным образом, Собчак говорит, что ее мочит администрация президента. Какой ужас! То есть она даже в этом случае, даже сейчас, пытается из себя позиционерку корчить. Вы представляете, идиотизм! Ее мочит администрация президента. Но при этом по федеральным каналам, по первому каналу, в прайм-тайм, в самой медийной, или как это, не массовой, как это, в самой популярной передаче, рейтинговой, рейтинговой передаче первого канала с Андреем Малаховым. Из нее сделали жертву, прошу прощения, второго канала, Россия-1, конечно, самой рейтинговой передаче с Андреем Малаховым. Из нее сделали жертву. Всей стране сказали о том, что что, она ни в чем не виновата. Она просто жертва, что она могла сделать? Она же пассажирка, она сама пострадала. И говорит, всеми возможными и невозможными усилиями они сделали все возможное и невозможное, чтобы достать справку. И продемонстрировали эту справку на всю страну. И сказали о том, что у Собчак оказывается трясение мозга, оказывается ушибы, там вообще просто повреждения страшные. И чего это делать-то? Ну, это же абсурд. Это абсурд, есть рапорт, есть сотрудники, которые были на месте, но они все это дело зафиксировали. Но здесь нам говорят о том, что нет, пожалуйста, есть вот такой вот документ с замазанными, важными графами, чтобы не получилось узнать, откуда этот документ, кто его выдал. Но, собственно, журналистика в нашей стране не до конца погибла. Есть люди с талантами и совестью, которые смогли эту информацию, собственно, уточнить. И выяснилось, что эту справку сделал друг Ксения Анатольевна Собчак по совместительству руководитель элитной клиники Лапина Марк Курцер. Курцер, прошу прощения, который является по совместительству, ну, это просто случайность, так всегда просто совпадает. По совместительству одним из самых богатых медиков нашей страны. Ну, так вот просто совпало, да. Богатые и богатые, вот видите, я не говорю сейчас о достатке человека, я говорю, ну, просто, что Собчак вряд ли с другими бы водилась. Так вот, самое занимательное, да, что Собчак чуть ли там, я уж не хочу, это уже какая-то желтизна, да, где она там роды свои, значит, проводила. Но вот пресса пишет, что вот такие вот страшные совпадения, да. Как вот так вот получилось, что сотрудники МВД видят одно, а друзья, которые наделены соответствующими регалиями, видят совершенно другое. И этими документами потом по федеральным телеканалам, да, по России один, в прайм-тайм всей стране показывают, что да нет, она вообще оппозиционерка, она вообще, блин, ее мочит власть, вы представляете? Она вообще не виновата. У нее даже справка есть, что она не виновата. Короче, самый вопрос для меня. Вот как вы думаете, когда человек попадает в такую беду? Ну, для Собчака-то я не думаю, что это какие-то страшные... Ну, ладно, оставим это, как говорится, на ее совести. Как вы думаете, она кому звонила? Ну, очевидно же, да, что это человек с очень большими связями. Человек, который не единожды хвастался своей, своим, ну, как я не знаю, общением, как это сказать правильно, дружбой, не дружбой, я не знаю, что она, ну, как бы и президент Путин, ну, как бы не чужие друг другу люди. Вот так вот давайте сформулируем. Ну, может быть, маме-сенатору Совета Федерации, действующему, она была от республики Тыва на протяжении многих-многих лет, по-моему, если не ошибаюсь, а сейчас от какого-то другого региона выбралась, от Белгорода, что ли, я сейчас точно не помню. Кому в этом случае звонят такие небожители, для того, чтобы зарешать, чтобы, ну, вопрос этот урегулировался. Как вы считаете? Это просто для меня, это какой-то риторический вопрос. Мне интересно ваше мнение. Напишите, да, как вы считаете, позвонила ли она президенту или ограничилась все-таки более близким человеком, по совместительству тоже одним из руководителей нашей страны, которых в стране вообще не так много, да, сенатором Совета Федерации. Между тем, я скажу, да, безусловно, это трагедия, и я соболезную родственникам погибшей девушки, у нее осталась шестилетняя дочь, если я не ошибаюсь, и мама-пенсионерка, есть пострадавшие люди, которые находятся в больнице, это все очень страшно. Но по совместительству вот эти действия, в которых так вот косвенно ли, или напрямую ли, поучаствовала одна из, как власть хотела бы, ведущих политиков нашей страны, которые притворяются оппозицией, Ксения Собчак навлекла траурное настроение на администрацию президента. Потому что, я очень уверен, смешала немало карт вот этими событиями. Потому что теперь при этом бэкграунде будет очень и очень трудно при вот этой страшной ситуации говорить о том, что она, значит, будет представлять граждан выдвигаться на выборы президента 2024 года. Для власти это трудно, в первую очередь, потому что найти других спойлеров в нашей стране не так просто. Я вас уверяю, если на 2018 год они приняли решение именно Собчак на выборы, значит, выпустить, чтобы создать иллюзию конкуренции, конечно же, оттянуть от народных кандидатов, народного кандидата оппозиционные голоса, да, не дать обществу консолидироваться. Это главная задача власти. Разделяй властвуй. И теперь это будет сделать намного-намного труднее. Конечно, у власти есть еще, сколько у нас, три года, да, ну не три уже, по сути-то один год, да, потому что в 2023 году эта избирательная кампания начнется в открытой такой более-менее форме, стадии, да. Ну пусть два года, так вот округлим, очевидно, что за два года подготовить другого известного, медийного человека с репутацией, человека с стержнем, в конце концов, да, с определенным умением себя подать, вести, это же действительно очень такая ситуация, ну, такая агрессивная среда, да, чтобы вы понимали. Не каждый человек это дело потянет. Для власти будут просто титанические усилия. А здесь был бы отработанный вариант, который проверенный, который гарантированно сделает картинку, зомбоящик будет открутить. И для меня ситуация, которая сложилась вокруг Собчак, это ситуация, которая сложилась вокруг псевдо-оппозиционной политики. Ситуация, которая похоронила планы администрации президента на выборы, к которым подготовка идет прямо сейчас. Прямо сейчас. Законодательство корректируется. Прямо сейчас вводятся, рисуются новые угрозы, вызовы, какие-то страхи, на которых будет играть действующая власть. Для того, чтобы сохранить за собой право на нашу страну. Возможности нас с вами, как народ, нас с вами, как государство, выжимать бесконечно. Сделать, продолжать делать из нас вторую нефть дальше. И делать это еще более усиленно, еще более масштабно. Я думаю, что это то, о чем мы с вами должны в первую очередь думать. Не говорить о том, что это какой-то скандал, связанный с... Как их там называют всех? Ну, когда вот это... Шоу-бизнес. Нет, ни в коем случае. Это вопрос, связанный с очень большой политикой, которую Ксения Собчак, я уверен, благодаря своей несдержанности, благодаря своему характеру, который присущ таким высокопоставленным шишкам, которые погрязли во вседозволенности, погрязли в сумасшедших деньгах. И, собственно, как итог, чинят, да, вот эти вот беды косвенно ли или напрямую ли. Пусть в этом разбирают следователи. Ну, что-то мне так кажется, да, что вряд ли следователи смогут здесь пролить свет на этот вопрос. Потому что, ну, мы с вами прекрасно понимаем, да, кто такая Собчак и как у нас работает российский суд.